Конечно, очень сильно хотелось бы, чтобы была переполненная, но я думаю, что на самом деле расстраиваться, что не все пришли, или комната неполная не нужна, потому что, наверное, те, кого интересуют те моменты, которые я указала, о чем мы поговорим, они пошли, и они здесь. Конечно, хочется очень дотянуться до каждого из вас, и я вот уже в каких-то регионах была с системой ПРО, с тренингом в какие-то еще приеду, есть, кстати, вебинар в часовой, посмотрите, кто не посмотрел еще, я проводила для тех, кому только осенью доберусь. Но сегодня наш разговор будет о вас. Сегодня мне хочется поговорить о каждом из вас и поговорить с каждым из вас, и я очень надеюсь, что у меня получится достучаться до каждого и пообщаться с каждым. О чем же этот разговор? Разговор будет о том, что на сегодняшний день замедлился рост у многих лидеров, у тех, кто быстро рос, у тех, кто быстро закрывал звание, есть некоторые отступления назад и по званиям, и по лидерам, и по группам. Есть люди, которые решили сменить род деятельности, то есть перейти в другую компанию или найти основную работу. И вот, собственно, звук немного прибавить. Давайте немного прибавлю. Вот так лучше будет? Вот так хорошо? Все, я думаю, что нужно... Вот у меня максимум. Я просто боюсь, что если я вообще все колесики подкручу, то будет хрипеть. Оденьте наушники, кому плохо слышно. Я думаю, что поможет. Так вот, мы сегодня поговорим о каждом из вас. Мы поговорим о тех вещах, которые происходят в вашей жизни и о том, что нужно делать для того, чтобы быстро расти, для того, чтобы закрывать новые звания, для того, чтобы восстанавливать новые звания и так далее. Так вот, первый пункт, который я бы хотела вам сказать, и, наверное, вы сейчас все поставите пусики, о том, я хочу сказать о том, что каждый из вас, те, кто сейчас в этой комнате, они точно очень хорошо знают и понимают, что нужно делать, чтобы расти. Правда же? Ставьте плюсики, кто знает и понимает, что для этого необходимо делать. Все понимают, что нужно рекрутировать, что рекрутировать нужно много, что должно быть не менее 20 рекрутов, желательно в персональной группе, не только ваших, да, и плюс еще ваши ключевые консультанты, что нужно поддерживать активность, что необходимо повышать продуктивность, продвигать продукт и так далее. Но вот почему-то, по какой-то причине, мы не всегда справляемся, да, с этими знаниями, то есть знания и действия. И даже порой есть мотивация для того, чтобы расти. И я вот, собственно, этот вебинар собрала непланируемо, да, когда просто начала, с понедельника я общалась, с понедельника по среду я общалась с вами, да, с некоторыми созвонилась. Я поняла, что мы говорим об одном и том же, и я решила, что вот этот вот телефонный разговор с каждым из вас я проведу вот в таком вот эфире. Я не приглашала никого выступать из лидеров, хотя буду рассказывать о ком-то, у кого получается. Но вот мне бы хотелось, чтобы сегодня вы вышли отсюда. Мотивация не что, да, то есть вы понимаете, для чего это нужно, да, но вы не знаете, зачем, как и так далее. И первое, что мне бы хотелось вам показать и рассказать, это то, что… Да, сейчас перестали. И на сегодняшний день париваю с лидерами о том, что, обратите внимание, ваши методики работы, работать перестали. Мне говорят, у меня работает. Мы начинаем разбираться, что работает, да, то есть мы говорим о том, что нам нужно много рекрутов. Видим, например, там 400 стартеров, из них 40 рекрутов. Это работает? Нет, это не работает. Это очень много сил уходит на то, чтобы пригласить этих стартеров, и люди не делают заказ. Да, мы об этом еще поговорим, что значит рекрутировать. То есть 400 стартеров – это не работа. Из 400 стартеров должно получаться минимум 250 рекрутов, да, но никак не 40, никак не 50. Да, или, например, рекрутинг встал, да, то есть вроде зовем, вроде приглашаем, а люди не хотят регистрироваться, да, или там мы не регистрируем без заказов. То есть вот эти вот все вещи – это те изменения, которые пришли в нашу жизнь. И вы сейчас, каждый из вас, находитесь на разной стадии изменений. Кто-то уже их прошел и словил тот самый вот этот вот, вот эту вот точку, да, развития, которая будет работать. Может быть, нету еще пока результата, потому что нужна система. Так вот, чтобы говорить о тех изменениях, которые нам нужно принимать, давайте сначала поговорим о теории. Причем очень недолго, через очень хороший ролик, который я люблю, кто первый зашел, уже его посмотрел, когда я тестировала. Да, есть так называемая кривая скорби. То есть кривая, по которой проходит человек, когда ему нужны изменения. И в этой кривой скорби есть стадии, которые мы сейчас с вами и посмотрим. Если вдруг ролик у вас будет тормозить и закончится раньше, чем вы его досмотрите, я потом во все чаты раскидаю, да, его вы посмотрите еще раз. Но все стадии, которые там есть, мы потом с вами все равно повторим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот у кого-то нажать, у кого-то не нажать, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Но ссылочку я вам кинула. И на самом деле я сейчас просто… Это очень ролик, который очень быстро показывает все стадии и который очень здорово демонстрирует, собственно, то состояние лидеров. Я, когда разговариваю с лидером о том, что нужны изменения, я очень быстро вижу и понимаю ту стадию, на которой сейчас лидер находится. И когда в одном зале лидеры на разных стадиях, да, то немножечко тяжеловато, потому что у всех разное состояние. Так вот, друзья мои, да, у кого-то сейчас еще отрицание, потому что мне некоторые продолжают говорить, у нас работает сообщение бизнес, у нас работает сообщение бизнес. Друзья мои, работает сообщение бизнес, это когда вы открываете два-три звания и тут же их закрываете, да. Или там у нас работают шаблоны, да, если работают шаблоны, тогда активность не может быть 34%. То есть вот эта вот стадия отрицания, когда все прекрасно, все замечательно и хочется закрыть глаза, да, хотя ты уже внутри себя понимаешь, что изменения неизбежны. Так вот, друзья мои, самая опасная вещь это оставаться долго в любой, во-первых, невозможно не пройти все стадии. То есть любой человек, даже который быстро принимает изменения, проходит все стадии, просто он знает про кривую скорби, он себя протаскивает быстро через все стадии, задавая себе самому нужные вопросы, да, и находя нужные ответы, или обращается там к астму, ко мне и так далее для того, чтобы помочь себе пройти, либо этот человек уже в момент, когда мы говорим об изменениях, да, этот человек уже думал об этом, уже проходил, уже для себя вот эти вот какие-то стадии прошел. Поэтому вы должны понимать, что кривую скорби можно пройти за три минуты, а можно там застрять на каком-нибудь этапе на длительный период времени, да, и очень многие застревают как раз-таки на стадии отрицания, ну и потом в итоге они все равно переходят на следующую стадию, но это уже, собственно, неконструктивно и, скорее всего, не работа. На стадии гнев, когда человек понимает, что все, что он говорил, что работает, на самом деле не работает, происходит выплеск вот этой вот энергии, которая накопилась, да, и очень часто именно на этой стадии люди уходят из компании или устраиваются на основную работу и так далее. Что я всегда, когда говорю с человеком на этой стадии, да, что я всегда говорю, то есть здесь нужно просто выплеснуть свой гнев на что? На то, чтобы просто понять, вот вы сейчас все лидеры в компании Арифлейм, вы хорошо знаете план успеха, вы очень хорошо знаете, все хорошо знаете те действия, которые приводят к успеху, приводят к новым званиям, да, и зачастую, когда нужно что-то новое или по-другому сделать, да, приходят мысли, может быть, мне там пойти устроиться на работу, а может быть, есть другие компании. Так вот, друзья мои, я уже задавала этот вопрос, да, в некоторых регионах, да, хочу задать еще раз. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы знаете какой-нибудь некриминальный способ заработать, там, через три, например, года зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц? Некриминальный быстрый способ. Я, чтобы не тянуть время, вы можете там ставить плюсики-минусики, да, если знаете такой способ, то пишите. На самом деле, на сегодняшний день такого способа просто нет. Нет никакого бизнеса, который может принести, это весь бизнес, который сейчас люди ведут, это очень сложно и очень тяжело, и никто не будет тебе гарантировать, даже бизнес-услуг, да, там, где вроде бы как тебе не нужно там никаких закупок делать и так далее. Некриминального способа нет. Знаете ли вы, скажите мне, пожалуйста, такую компанию или организацию, в которую вы придете по трубому договору, и через три года вам в месяц начнут платить 300 тысяч рублей? Знаете ли вы такую организацию? Вот вы пришли сегодня, не знаю, на любую зарплату, да, и через три года вам платят 300 тысяч рублей. Таких организаций, друзья мои, нет. Нет таких организаций. Скажите, пожалуйста, если говорить в целом об MLM, даже вот оставим там в покое нашу компанию, скажите, пожалуйста, можно достичь через три года дохода в 300 тысяч рублей в MLM-компании? Пожалуй, на сегодняшний день это единственный путь очень много и хорошо зарабатывать, да, и буквально за короткий промежуток времени. Хорошо не за три года, а за пять лет. Я хочу сказать, что большинство лидеров, исполнительных директоров и лидеров бриллиантовой команды достигали тех уровней, которые у них есть, да, за пять лет, а потом там в разной степени активности продолжали или не продолжали работать. И даже, в общем-то, звание президента, если вы посмотрите, то было достигнуто за 96-го года, там, Мила и Володя, да, и в девятом году их поздравляли со званием самым высоким вообще в плане успеха, да, бриллиантового президента. Девятый год, из 96-го, это 13 лет. То есть если вы сейчас четко понимаете, что наделать, четко понимаете, что нет других возможностей, да, то просто нужно, как я всегда говорю, да, затупись и делай. То есть нужно просто делать определенные правильные вещи, которые приносят результат. Но делать это концентрировано. Любой миллионер и миллиардер, когда у него попросят сказать одно какое-то качество, которое приводит к очень высокому результату, все эти люди, если говорить об одном качестве, скажут концентрация. Когда вы концентрируетесь на конкретном вообще действии, да, которое вам необходимо делать, и концентрируетесь на конкретном результате, да, вот это вот очень важный момент, потому что мы иногда начинаем распыляться, мы говорим, нужно баланс, семья и не семья, шаг туда, шаг сюда, шаг вон туда. Друзья мои, конечно, это не значит, что вы там 3-5 лет должны уйти в монастырь и только работать в Эрифлейм. Конечно, вы продолжаете быть и жить в семье, но вам нужно сконцентрироваться и сконцентрировать всех вокруг вас таким образом для того, чтобы вы могли очень активно выстраивать бизнес и доход, который вам бы хотелось, да, без прокрастинации, без лени, без каких-то вот этих вот моментов, понимая те изменения, которые приходят на смену того, что работает, да, то есть особенно, наверное, тяжело тем, кто пришел там вот 11-12 и позже год, да, потому что те, кто был раньше, они уже знают, они уже проходили какие-то изменения, да, и уже знают, что нужно, в принципе, протащить себя, да, и меняться. Если говорить среди MLM-компаний, то, конечно, Эрифлейм дает очень быстрый рост, потому что у вас на самом деле, друзья мои, я вот вам, как говорю, лицо не заинтересованное, потому что я сотрудник компании, я не партнер, да, я умею анализировать сверху глядя. У вас очень классный партнер, очень продвинутый партнер, очень современный партнер, партнер, который меняется, меняет, который моментально проходит вот эти вот все стадии принятия неизбежного, да, и моментально вам предлагает решение. Плюс ко всему бренд, который дает Эрифлейм, да, бренд косметический, то, какой он в головах людей, да, его не нужно там дополнительно. Мне так смешно, когда пишут про Эрифлейм, что такая сложная продукция, да, когда человек на рынке не знает вообще даже название компании, да, конечно, наверное, это все легко продвигать. Здесь все-таки компания с именем, да, и по большому счету сильно там рассказывать и объяснять что-то не нужно. Вот, поэтому здесь в точке гнева нужно просто понимать, что дело в тебе, дело в тех изменениях, которые пришли. Необходимо их принять, необходимо что-то сделать дополнительно. И, ну, собственно, конечно, многие переходят в этот момент на позицию торг. Я хочу сказать, что очень часто лидеры на позиции торг начинают торговаться не с собой, не с семьей, да, чтобы там что-то, какие-то дополнительные помощь оказывала семья, например, оторговаться с компанией, да, а давайте вы нам сделаете вот так, а давайте вы нам сделаете там приглашающего спонсора, а то вот мы тут все колбаску строим, а давайте вы нам сделаете цены ниже, а давайте там еще что-то, да, причем надо сказать, что компания еще и идет навстречу, да, своим лидерам, хотя зачастую, может быть, этого и не нужно было бы делать, да, и было бы проще всем и лучше, но тем не менее. Я всегда говорю, да, если это единственный путь, из-за которого вы не растете, мы это сделаем, да, то есть вам цены высокие, пожалуйста, вам вау-фект, вам там различные скидки дополнительные, черные цены пугают в каталоге, пожалуйста, и черные цены мы снизим. И вообще вот очень много моментов на этом этапе, да, то есть вот торг, когда мы проходим, то есть тут торговаться, наверное, пожалуй, нужно с самим собой или с окружающими, да, то есть кто и что поможет тебе в изменениях, да, а можно, конечно, поторговаться с партером, но как бы вопрос, придет ли это к результату вас лично конкретно. Следующий момент – это депрессия, да, это когда, а, все не получается, и уже вроде бы даже ты начал что-то проводить, и провел даже цены один раз, да, и у тебя не получается, и там не получается, и здесь эти, блин, две крутые заказы не делают. И я вот слушаю вас по телефону иногда, вот, они такие сякие, они бизнес не хотят, они деньги не зарабатывать не хотят, они вот такие плохие. Друзья мои, никто ничем нам не обязан, да, проходим точечку депрессия, да, не знаю, высыпаемся там, делаем интернет-детокс или там что-то еще, да, и, собственно, чтобы депрессия прошла и пришла стадия принятия. То есть пятая стадия – это принятие. Так вот, друзья мои, ваша основная задача – понять все эти стадии, и понять, на какой вы стадии. Я сегодня никому ничего доказывать не буду, я буду просто рассказывать о тех тенденциях, о тех трендах. Я вам расскажу вообще в целом, я училась, кто не знает, в Стокгольмской школе экономики, у нас были совершенно замечательные преподаватели, профессора, те, которые просто знают, просто вот на острие трендов, да. Мы работаем сейчас с Аркадием Цукером, обсуждаем различные моменты нашего дальнейшего развития, тоже вот просто острие тренда. Никого уговаривать не буду, про кривую скорби рассказала, поймите, на каком вы этапе, протащите себя через этапы, примите эту информацию, будет запись, пересмотрите потом еще раз, когда вы перейдете на стадию принятия, да, поймите, что вы хотите делать, как вы хотите делать, тут тоже есть варианты, и, конечно, эти варианты вам могут помочь двигаться дальше. Прежде чем мы перейдем к... Сейчас у вас отвисло? У меня тоже зависла комната немножечко. Я просто сейчас пытаюсь... Все нормально уже, да, отвисло. У меня просто ролик застрял. Сейчас я его... Сейчас я просто... Субтитры сделал DimaTorzok Это я вам специально пропала, потому что у меня завис ролик, чтобы у вас не висело, и мне нужно включать дальше. Вам видно сейчас меня? Слышно? Ага, отлично. Так вот, друзья мои, давайте, значит, поговорим... Скажите, пожалуйста, для того, чтобы быстрее двигаться в любой ситуации, нужно ли смотреть и оценивать, какие нужны изменения? Ролик я вам сейчас включу другой, и он у вас перестанет висеть. Отвечайте на вопросы. Вот я вам сейчас покажу ролик, который наглядно демонстрирует. Там не обязательно звук, поэтому если нету звука, то можете не беспокоиться, да, там главное смотреть. Кому нужно нажать, чтобы ролик шел, нажмите. Вот я его сейчас запускаю. Сейчас он загрузится. Тоже его потом в чаты вам во все кину, да, для того, чтобы вы могли периодически просматривать. Потому что очень важный момент – это понимание изменений, принятие изменений, да, и очень грамотные точки в команде, да, наверное, в первую очередь, для того, чтобы объяснять людям, что и как по-другому нужно делать. Кстати, команда меняется, когда люди понимают, что они так вот дальше, не знаю, там, жить не хотят. Так, что-то у нас не запускается. Сейчас мы его включим. Да, команда, конечно, в первую очередь вы проходите изменения, и очень важно проходить самому изменения очень быстро и правильно, потому что иначе может наступить момент, когда в вашей команде люди уже перескочили, то есть они уже пошли дальше, у них уже есть некое принятие, они уже видят и понимают, что нужно сделать, а вы еще там где-то тормозите, и в этот момент, конечно, тоже этот момент опасен тем, что люди могут уходить из компании, там, из вашей организации или на основную работу, просто потому что, ну, меня тоже пока еще не грузит, сейчас грузится, загружается, я вас пока отвлекаю, потому что очень важно, то есть вы как лидеры организации должны очень четко и очень быстро, да, понимать, схватывать. Мне на самом деле зачастую очень обидно, когда компания уже как бы перестраивает, да, я вам покажу потом слайд, вот этот вот очень важный, компания уже вас перестраивает, уже говорит, давайте вот нужно потихонечку уже менять рельсы, да, а вы еще вот у меня там все растется, то есть смотрите, изменения должны приходить не тогда, когда пошло падение, то есть по-хорошему вы должны это подхватывать не тогда, когда уже пошло на спад, да, то, что вы делаете. Изменения нужно проводить тогда, когда идет еще даже в рост, да, то есть что-то идет в рост, вот ваши какие-то важные действия, но вы уже должны смотреть тренды и тенденции, что меняется и что нужно поменять для того, чтобы было по-другому. Так. Сейчас я быстро ссылочку накину. И вы посмотрите отдельно. Так. О, даже у кого-то идет, видите, как здорово. Пошло, вот у меня не идет. А, я с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но тут суть в том, да, действительно, слаженно и быстро команда, как пришли они к таким изменениям. Они смотрели, где можно увеличить скорость, где можно сократить время работы действия, как можно модернизировать какие-то вещи, и как нужно сделать так, чтобы это было быстро. Действительно, это четкие действия. Вы, наверное, догадываетесь, что для тех людей, которые в 1969 году вот это делали, наверное, вот такие изменения тоже были непростыми, потому что это совершенно уже другие действия, которые требуют совершенно других каких-то навыков. Им приходилось учиться, им приходилось меняться, им приходилось делать всё гораздо быстрее. То есть это действительно очень большие изменения, которые повлекли за собой, ну, собственно, большие изменения. Как бы вы, на каком бы этапе вы сегодня не считали, да, ваша задача совершенствоваться и совершенствоваться и совершенствоваться до такой степени, чтобы это всё было вот так вот чётко, слаженно, быстро. Даже, может быть, и где-то непонятно, да, но это чтобы это работало. Ну, и, собственно, давайте. Я писала, что на часик, да, но потом, когда стала делать презентацию, у меня получилось, что слов из песни не выкинешь, и поэтому мы с вами немножечко подольше сегодня поработаем, чем один час, потому что мне очень важно, чтобы вы поняли, да, и отсюда вышли с мотивацией и с конкретным пониманием, да, что вам конкретно нужно сейчас делать, что вам нужно предпринимать. Итак, стадия жизни организации. Организации берите вот свою организацию, ту структуру, которую вы выстроили, да, у вас, собственно, вы работаете, вы партнёр компании MLM, MLM и компании прямые продажи, и, как я уже год новых лидеров, а прямые продажи – это потребление. Основной доход у вас идёт с объёма продаж вашей организации, и, соответственно, ваша задача, чтобы потребление было как можно больше. И сейчас на экране вы видите стадию жизни любой организации, которая есть, вы можете, это может быть даже продукт, это может быть какие-то ваши действия, это может быть какие-то методики, да, которыми вы сработаете. Если вы посмотрите очень внимательно, то есть первая стадия такая вот начальная, да, когда ещё идёт, когда человек уже вроде вот нашёл, да, что нужно делать. И делает, вроде делает, и сделал даже больше одного раза целых три, но результата ещё нет. То есть вы должны понимать, что вот этот вот момент, он есть вот всегда, и нужно просто всё это выработать в систему. Следующий момент, да, второй, вот это вот стадия роста. Так вот, друзья мои, когда у вас идёт стадия роста, вы должны начинать искать. То есть ваша задача даже вот, чтобы вот не на падении, да, следующий вот этот вот шёл столбик, а чтобы у вас где-то в стадии вот троечки уже находил идти столбик, да, у всех слайды на экране, там, вот Наталья беспокоится. У кого нету, выйдите, зайдите снова. Чтобы вот, вот это вот, на второй стадии вы начинаете проходить кривую скорби по поводу того, что необходимо искать, находить новые тренды, новые инвестиции, которые будут работать завтра. То есть когда у вас команда уже работает, да, уже вот это вот всё получает, вы не даже, да, вы перевалитесь за горочку, да, вы уже начинаете искать какие-то новые методы, пробовать их, да, читать про них, там, смотреть, как кто-то что-то делает. Понятно, друзья мои, то есть вот эти вот столбики, это ваши, это методики, которые вы применяете для роста. Ну, например, там, вот мы выходим там с каталогом, раздаём каталог, да, если там, допустим, пять лет назад два часа в день нам давало там быстрый рост и быстрое открытие званий, то сегодня два часа в день нам даёт в лучшем случае, ну, те же самые результаты, да, в лучшем случае, а то и, в общем-то, может быть, и не такие же результаты, как хотелось бы. Значит, нужно начинать проходить кривую скорби, потому что нужно что-то делать по-другому. Может быть, не с каталогом, а лето лайф, да, вот почему у нас появилось в прошлом году лето лайф? Потому что это была тенденция. И мы видели, да, что ещё есть рост, но мы видели уже следующий тренд, и те, кто подхватила, подхватили на этот момент в основном те, кто не вошёл в тренд онлайн, да, и, ну, собственно, нужно было что-то делать. И на сегодняшний день эти люди мало того, что восстановили звания, они позакрывали новые, да, потому что вот летом они наработали, потом вошли, и это действительно очень классно работает, и это продолжается. Да, следующий момент. Мы приглашаем на бизнес. Они не хотят, они там тупые. Они всякие разные, и они заказ потом не хотят делать. Мы им потом рассказали 29 выгод, а заказ они всё равно не хотят делать. Ну, понятное дело, когда вы пригласили человека на бизнес и разговариваете с ним, он вам отказывает, а вы с ним разговариваете как с тупым, который не понимает, он вообще теряет, да, он закрывается, и дальше мнение очень тяжело. И вообще, в принципе, на бизнес сейчас люди не идут. Почему? Потому что после последнего кризиса, десятого года, прошло достаточно много лет. Обычно в течение двух лет после кризиса, двух максимум, ну, пять – это вообще прям максимум, да, по большей части вообще трёх лет. Меняется ситуация у людей, да, серьёзно меняется. То есть кризис, сейчас можно назвать там падение потребления, там всё что угодно, да, но сейчас не кризис. Кризис – это когда люди резко меняют, у людей резко меняется та ситуация, в которой они жили. То есть они лебряют работу, либо по каким-то причинам уменьшается зарплата, либо там ещё что-то, либо им мало зарплаты, потому что цены повысились. И в этот момент люди начинают искать, искать новую работу, искать дополнительные возможности, там бизнес и так далее, искать дополнительный заработок. В течение двух-трёх лет люди либо нашли то, что они искали, либо не нашли и смирились с той ситуацией, которая есть. То есть гнать через восемь лет после того, как прошёл пик кризиса предложение бизнеса, это уже не очень грамотно, да, потому что на сегодняшний день это уже более ювелирная работа, чтобы с человеком, с ним нужно утепляться, никакие шаблоны сейчас не работают, никакое вот это… Причём я сейчас говорю не про нашу компанию, я говорю вообще в принципе, да, даже у тех, которые предлагают халяву. То есть сейчас это уже такое немножечко громольное предложение, да, и люди не реагируют. А если реагируют, то это ваши знакомые хорошие, либо те, которые действительно наблюдали за вами очень долго, либо те, которые обдумали, там, пришли к этой… Ну, то есть это уже не массовое явление. Понимаете, о чём я говорю, да, ставьте плюсики, кто понимает. Потому что вот я не вижу сейчас ни у одного человека, который предлагает бизнес, чтобы это работало. Даже у тех, у кого много рекрутов, если посмотреть, сколько стартеров, то это, конечно, очень много идёт впустую, да, мы колбасим. И получается, что сами себе очень сильно подрываем рынок, даже потребление на будущие там два года. То есть если мы не сделаем какие-то выводы, да, то через два года мы вообще в принципе никого не сможем к себе пригласить. Причём те, кто вот таким вот образом молотят, да, они, собственно, сами себе делают. Потому что у нас есть несколько, да, ниш, которые занимают наши лидеры. Там есть онлайн, есть оффлайн, есть там какой-нибудь там микс. Но в принципе это одни и те же люди. Вот ваша целевая аудитория, да, с которыми вы будете встречаться. Поэтому здесь, конечно, есть очень много разных опасных моментов. То есть ваша задача, ещё раз повторюсь, как лидера, да, на стадии вот пика троечки уже какую-то начинают применять новую методику. На стадии двоечки, когда идёт рост, вы всегда, вот нету, нету ни одного метода, который работает бесконечно, да. То есть есть бизнес-модели, которые работают бесконечно, там, MLM, прямые продажи и так далее, да. Но нету таких методов, которые бы бесконечно работали. Я вам сегодня расскажу очень интересную презентацию. Она, собственно, не про компанию про нашу, она вообще в принципе про то, что происходит вокруг нас с вами, да, для вашего понимания, что я сейчас не просто воздух сотрясаю, да, и вас там ругаю, что вы там в гневе находитесь или в торге, или в депрессии, а говорю вам те вещи, которые действительно вы на сегодняшний день, быстро пробежав по кривой скорби, можете подхватить, вы будете реально на коне. Потому что когда, чем быстрее лидер понимает, куда нужно направить свои силы и своё влияние, да, тем быстрее вы растёте и тем быстрее вы завоёвываете больше рынка. То есть вы попадаете в голубой океан, там, где нет у вас практически конкурентов. Да, то есть на сегодняшний день вот те изменения, реструктуризация, да, то есть взломать систему, которая есть и уже не даёт результат, оставить те части системы, которые работают. Для этого я вам систему PRO рассказывала, да, потому что это скелет, это то, что работает всегда, независимо от методик. То есть вот тот самый скелет, на который мы там уже с помощью различных методик навешиваем там то, что нам необходимо. И для того, чтобы непрерывно совершенствоваться, вот необходимо всё время вот эту вот реструктуризацию делать, то есть смотреть, что работает, что работает, что работает, да, то есть какие показатели у организации. Когда, вот почему мы всё время говорим «три показателя», потому что у нас есть лидеры, которые неизменно всегда показывают личный рекрутинг процент, да, есть лидеры, которые неизменно показывают активность, есть лидеры, у которых хорошая конверсия. Но очень мало лидеров, которые соединяют все вот «три эти показателя», потому что если отличный там процент рекрутирования, но при этом конверсия 10%, да, то, ну, конечно, наверное, это здорово до какого-то момента, но просто в конце концов команда устанет, да, И активность при этом еще 34%. У меня есть такая структурочка, мы очень серьезно разговаривали с лидером, потому что это просто максимум на три месяца. И сам лидер станет, и команда устанет, и результата не будет, тот, который мы хотели бы получить. То есть все время мы должны просматривать, какие изменения нам необходимо внести для того, чтобы подкрутить систему. Где и как искать новые элементы системы. Три метода инноваций в бизнесе, маркетинге, и не только. Есть, если вы послушаете великих маркетологов, у которых получаются очень классные вещи. Вот это презентация Миши Чернышова, это директор по клиентскому счастью Додо Пицца. Если кто-то сталкивался, это очень такая бирюзовая организация, очень классные вещи делают ребята, и есть чему поучиться и нам тоже. Так вот, три вещи, которые мы должны понимать для реструктуризации. Крадите как художники, об этом мы поговорим. Создавайте чиндаугу и изучайте смежные области знаний. Давайте разберем, наверное, непонятно, что такое чиндауга, и что такое крадите как художники, и почему нужно красть, и вообще красть, наверное, плохо. Так вот, друзья мои, всегда есть, вот если говорить об идеях, и о тех методах, которые работают, есть всегда, можно, конечно, самому что-то изобрести, и мы всегда помним всех наших Эдисона, и всех, кто там изобрел что-то. А можно что-то взять, преобразовать и получить очень классную штуку. То есть, в принципе, на сегодняшний день все открытия и инновации, они основаны на чем-то, то, что уже есть, да, и они совершенствуют то, что уже есть. Ну вот, например, тот же питстоп, да, вы же понимаете, что есть определенный набор действий, да, которые необходимо сделать. Там дозаправить, дать что-то поесть летчику, пилоту, да, значит, протереть там ему стекла и, значит, стекло, и поменять колеса. Да, соответственно, вот в рамках вот этих вот базовых, да, скелетовых, так сказать, действий, и нужно развивать каждое действие таким образом, чтобы это все происходило одновременно и очень-очень быстро. И, конечно же, тянет назад всегда то действие, которое дольше всего дело, да, и его тогда нужно рассматривать, наверное, внимательнее всего. Так вот, красть нужно как хороший вор, да, достойный, который учится, а не снимает сливки, да, который преобразует то, что он взял, да. Тот человек, который взял везде что-то вот по чуть-чуть, да, и сделал что-то свое очень классное и крутое. Тот, который трансформирует это все, да, и дает какие-то свои нотки. То есть вот смотрите, есть скелетные, да, какие-то действия, а есть вещи, то есть вот, а там уже нарастили там тело, да, и украсили какой-то одежкой. То есть вот эти вот вещи вы должны понимать. Что такое чиндаугу? И почему нас не учат в школах и вузах? То есть это чиндаугу, это набор иероглифов, которые если, которые не переводятся одним словом на русский язык, но в целом это выглядит вот такой вот картинкой, когда вы берете две каких-то чужих идеи работающих, да, и с помощью себя, своих умений, своих действий и того, что вам приятно делать, да, или что вы можете делать, у вас получается ваша идея, которая работает. Да, то есть есть какие-то тренды и тенденции, о которых мы говорим, есть конкретные действия, с которых можно начинать, и мы всегда рекомендуем, начинайте, да, берите вот те действия, которые предлагает компания, самые простые, а потом уже на них, да, вы там, когда вы начинаете все это делать, вы совершенствуетесь и навешиваете какие-то свои классные вещи. Еще мне тут вот в одном регионе сказали, ну как же невозможно заработать 300 тысяч, можно вон пойти и хайпануть. Так вот, друзья мои, да, вопрос. Хайп на, ну даже, допустим, 3 миллиона рублей, да, один раз, вас устраивает больше, чем 300 тысяч каждый месяц в течение всей вашей жизни, да, то есть вы подумайте, хорошо, что такое 3 миллиона, да, а я даже не представляю на сегодняшний день, как можно хайпануть на 3 миллиона, да, то есть это очень большая цифра, но это не большая цифра, если брать вашу всю жизнь. Да, конечно, я порекомендую всегда брать, вот здесь вот смотрите, вот этот вот серенький, да, который быстренько, это хайп, да, дальше идет мода, вот эта вот черненькая, и дальше идет тренд. Так вот, когда мы говорим о тренде индивидуального подхода к клиенту, к потребителю, к консультанту вашему, об утеплении, о потреблении, о выгоде быть с рефлеймом в вашей команде, да, то это тренд, это тренд, и тренд, он долгосрочный, то есть на сегодняшний день я могу сказать, что если вы настроите то, о чем мы сегодня говорим, в своей команде, да, если вы настроите тот самый вот индивидуальный подход, но это кажется, что индивидуальный, каждому человеку кажется, что к нему индивидуально, да, но реально у вас просто будет такая система работы со всеми, вы в течение ближайших, я раньше говорила трех лет, но видно, что этот тренд гораздо дольше, вы в ближайших пяти лет сможете туда только вносить какие-то небольшие изменения, то есть это все не выстрелит, как вот мода, да, там на онлайн, бизнес онлайн, это все будет дольше, причем я когда говорю онлайн, да, это не значит, что из онлайна сейчас нужно там все бросить и уйти, нет, нужно просто понимать, что делать в оффлайн, и что делать в онлайн, и как это делать для того, чтобы расти и развиваться, да, об этом тоже мы сегодня поговорим. Если говорить о том, где лучше быть, да, конечно, инновация это всегда очень круто, очень здорово, и это то, что привлекает внимание, да, и то, на чем можно развиваться, и вот, собственно, но то, что вот вокруг лежит, да, то есть какие-то базовые потребности человека, какие-то возникающие ожидания у человека, драйвера изменений, то есть то, что можно просто довнести, да, или, например, какие-то новинки, да, пусть это не инновация, но новиночка, да, которая там другой дизайн и более интересная, или какие-то тренды, которые вы видите, это тоже работает, то есть все вот это вот пространство вокруг инноваций, это все работает. Поэтому в маркетинге, да, вот эти вот все вещи держите перед глазами, потому что вы должны очень четко понимать, мы в потреблении, да, и третий момент – это ищите смежные отрасли для сотрудничества. На сегодняшний день это называется совместная экономика, да, или U-эконами, это когда люди, да, предприниматели, они находят друг друга для того, чтобы зарабатывать больше денег благодаря друг другу. Ну, например, вот, там, не знаю, фотограф, да, у нас сейчас это вот фотосессия, очень классная тема, и можно все это дело обыграть. У фотографов тоже сейчас есть некий кризис потребления, да, потому что очень многие там телефоны понакупили, хоть и по-хорошей, типа фотографируют, и никто не понимает там смысл вообще фотографа. То есть вот это вот все, или еще какие-то, ну, я не знаю, там, придумайте быстренько, да, с кем можно сотрудничать, с каким-нибудь, может быть, кафе здорового питания, да. Ну, то есть можно найти различные, просто сядьте и подумайте, ну, во-первых, какие у вас знакомые есть предприниматели, или кого вы знаете, а во-вторых, да, в какую бы сторону вам хотелось развиваться и с кем посотрудничать. Это тоже приносит отличный результат, потому что вы фактически обмениваетесь клиентами. Если говорить еще также о тенденциях и о том, куда мы и зачем двигаемся, то обратите внимание, да, что сейчас не происходит замещение, то есть идут разные маркетинговые вещи, да, то есть был маркетинг 1.0, сейчас маркетинг 2.0, маркетинг 3.0, 4.0, и есть маркетинг будущего. Но они не замещают друг друга, нету такого, чтобы одно ушло, а другое пришло, да, то есть маркетинг 1.0 – это реклама. Маркетинг 2.0 – это потребности человека, то есть когда уже не сплошная реклама, да, когда мы доходим до человека с какими-то определенными потребностями, да, действительно, это все добавляется, то есть есть реклама, она может быть в меньшей степени работает, да, но эта реклама уже направлена не просто там вот «Здравствуйте, приходите, купите помаду», да, она направлена на потребность там увлажнить губы, быть красивой, там еще что-то, да. А маркетинг 3.0 – это уже, я вам сейчас очень подробнее расскажу, да, это уже переход вот именно к маркетингу будущего, маркетингу 4.0. Это маркетинг 3.0 – это маркетинг отношений, это то, что вот на сегодняшний день еще не все умеют делать, но то, что нужно делать, потому что без отношений уже не работает, шаблоны, друзья мои, не работают, да, ваши вот эти вот рассылки, там твой номер терминируется. Если вы только будете писать там «Дорогая Татьяна», и в тех трех строчках первых, которые прочитает Татьяна, она прочитает что-то тоже к себе индивидуальное, а вообще по-хорошему нужно звонить или в WhatsApp наговаривать, да, какие-то вещи индивидуальные. Это маркетинг поведения, то есть человек реагирует своим поведением потребителя на индивидуальный подход. Интеграция с ним идет 365 минут, то есть это не значит, что он у вас сделал заказ, а вы его на 20 дней забыли до следующего каталога. Это значит, что вы ему постоянно подкидываете какие-то интересные классные штуки, тоже об этом еще скажу. Да, вот хорошее очень высказывание, я хочу сказать, что сейчас все корпорации на рынке в поисках вот этих вот методов индивидуального подхода и так далее. Вот смотрите, что Procter & Gamble говорит, про потребители хотят общаться, хотят диалога, желают принимать участие и контролировать ситуацию. Мы двигаемся от одномерного продукта, ориентированного маркетинга, к трехмерному маркетингу, который предоставляет лучшие решения, более приятные впечатления и возможности для продолжения отношений. То есть наш продукт – это возможность вступить в отношения. И вы получаете, собственно, доход с продукта. Соответственно, опять же, вот тоже косметика. На заводе мы производим косметику, а на рынке мы продаем надежду. Скажите, пожалуйста, кто из женщин, покупая помаду, хочет, чтобы у нее губы были красные? И вообще, о чем думает девушка, когда покупает помаду? Или, например, она, когда покупает тушь, она что? Это о том, что ее ресницы должны быть более длинные, подкрученные и так далее? Для чего женщины, девушки, покупают помаду или тушь? Для чего? Чего они хотят с помощью помады или туши? Они хотят быть красивыми. Они хотят быть яркими, совершенно верно. Они хотят быть уверенными в себе. Они хотят, чтобы у них ресницы обрамляли их глаза, и глаза были бы красивее, не чтобы ресницы были длиннее. То есть, понимаете, очень важно, что вы предлагаете тушь, а продаете, друзья мои, даже не просто надежду, вы продаете красоту, красота как обзжизни. То есть, вы продаете отношения, в первую очередь, женщины к себе и в дальнейшем окружающих. Вот это вот очень важно понимать. Мы с вами, когда продаем wellness, мы что продаем? Порошок протеиновый. Мы с вами продаем здоровье. Мы с вами продаем тоже какие-то решения каких-то проблем человека. Он голодный, может быть, или он хочет быть более красивым тоже. Он хочет быть здоровее и так далее. То есть, вы должны понимать, что мы продаем с вами отношения, состояние, настроение. Если вы грамотно и правильно представили продукт, то зачастую, если там не совсем, конечно, человек малоимущий, когда вообще нет денег, зачастую человек не спрашивает, сколько это стоит. Вот я уже приводила неоднократно пример, прямо диалог, живой диалог, как я написала девушке одной, там мы были в одном марафоне по здоровому образу жизни вместе. И она спрашивала про вопрос, задавала, что лучше льняное масло или омега. Я ей скинула ссылочку о том, что омега лучше, и она более там правильный состав, и больше всяких различных веществ, которые нам необходимы. И она меня спрашивает, а вы омегу принимаете? Я говорю, да. Она говорит, ну вот а что, ну вот какую? Я ей говорю, что вы покупаете омегу любую, но учтите, что она должна быть вот такой вот степень очистки, что она должна быть не из печени, а из тушек рыб, потому что в печени накапливаются токсины. Она должна быть из рыб, которые вылавливаются из естественной среды, потому что в искусственных водоемах и при искусственном взращивании гораздо меньше омеги. Если это из тушек, но тушки должны быть маленькие. В идеале это должны быть, вспомните, скажите, как называются рыбки, забыла, вылетела из головы. Да, самые маленькие рыбки, потому что, если, например, это тунец, то он гораздо больше накапливает токсины. Анчоусы, да, совершенно верно. И когда я ей вот это вот все там рассказала, она у меня спрашивает, а какую вы покупаете омегу? То есть она в процессе разговора поняла, что она сейчас долго и нудно будет искать вот это вот все. Она понимает, что раз я об этом говорю, то я уже такую нашла. И я ей говорю, да, ну в общем-то та, которую я покупаю, она дорогая, омега. Она говорит, да мне все равно, сколько она стоит, лишь бы она была правильной. Да, то есть по сути человек уже подошел. И я до последнего ей не сказала, да, что это там омега, wellness by reflame и так далее. Да, поэтому вот это вот очень важный момент, да, когда вы продаете действительно ценность продукта. Ценность, потому что он человеку нужен для чего-то. Да, вот это вот очень важный момент. Если мы посмотрим модель, вот то, что я вам сейчас рассказала, то что на уровне потребителя, если вы, вот вам нужно встать на место потребителя, да, у него есть какая-то потребность, у него что-то отсутствует. Например, девушке хочется быть яркой, у нее есть помады, но они все приглушенного тона, а ей хочется красную помаду. Да, у нее появляется цель купить эту помаду, да, и определяется определенное поведение, да, то есть она должна купить помаду. Какая наша задача, да, у нас, то есть вот атрибутами занимается компания, да, то есть она там, если вы возьмете помады или, например, красные только помады, то вы увидите, что они есть матовые, там блестящие, такой вот ценовой категории, другой ценовой категории и так далее. То есть она вам создает некий портфель продуктов, да, вы должны понимать и знать, да, вот преимущества каждого продукта. И из этого преимущества сделать ценность. И когда вы встречаете эту девушку или она к вам подписывается и не хочет делать заказ, но у нее есть, а вы об этом еще не знаете, да, понимание, что она хочет красную помаду, то вы должны прийти к тому, вот к ее цели, да, и сделать вот это вот ее поведение именно в нашей компании, в вашей организации активным, да, то есть наша задача понять, что она хочет быть яркой. Мы поняли, что она хочет помаду, да, красную, а у нас есть предложение, и мы дальше, мы можем еще умножить вот это вот ее поведение, мы ей можем предложить, то есть ты будешь яркая, да, но тебе что нужно, чтобы губы блестели, да, или чтобы губы были матовые, и она долго там не стиралась, то есть вы создаете еще большую ценность вокруг этого. Скажите, пожалуйста, когда человеку понадобится розовая помада или розовый блеск, он куда пойдет после этого? В магазин или к вам? Он пойдет, конечно же, к вам, потому что он знает, что вы подберете, вы вот к еще одной цели, конечно же, вы подберете важное, нужное, и только вот ей, то есть она угадает 100%, да, потому что вы ей поможете. То есть вот этот вот уровень, да, потребления вам нужно создавать, я вам скажу по секрету, кому еще не говорила, что пассивный доход на самом деле лежит, нам нужно строить новые группы, нам нужно закрывать звания, нам нужны новые лидеры, но самый главный пассивный доход, когда вот вы не работаете, да, а только рассылаете там то, что компания акции предлагает, а у вас деньги идут, это потребление, это те потребители, которые вот потребители с вами будут до конца жизни своей, и еще и детей, и детей, и внуков приведут, потому что, собственно, это выгодно, да, это классно, это здорово. Лидеры, да, вы вот про себя подумайте, сколько лет вы будете работать активно, да, я в компании 19 лет, и я работала с большим количеством лидерам, там, в 99-2000 год, пришло 19 лет, и очень небольшое количество тех людей, которые тогда закрывали и директора, и выше, и выше, да, сейчас в активной фазе продолжают работать, продолжают там проводить мероприятия, рекрутировать и так далее. Да, можно про каждого из вас примерно, можно сказать, время, которое он будет активен, и про ваших лидеров, которые придут, и это нормально, друзья мои, но самое главное, что вы должны еще понимать, что вы вместе этими своими лидерами, если вы хотите пожизненно получать пассивный доход, то вам нужно выстроить вот это вот потребление, да, которое будет вам его приносить, люди просто будут точно знать, что именно здесь они получат все самое главное и самое важное, что-то не ищут. Да, и смотрите, почему у нас есть преимущество, потому что информация, она множится, она даже не в геометрической прогрессии, да, а экспоненциально, это вообще, это просто вот миллиарды раз, да, мозг с такой скоростью не меняется, более того, сознание даже тормозит, да, какие-то дополнительные развития, и нужно себя, ну, там, растягивать, уговаривать для того, чтобы что-то сделать по-другому, да, поэтому потребитель всегда будет реагировать очень хорошо, и даже уже, даже видела, да, наш Монтоевский кластер, кто-то, ребята, писали 3 ин, уже даже 4 ин, да, я вам потом слайдик приготовила, чтобы показать. Да, поэтому наша с вами задача, вот это вот самое время, самый ценный ресурс, даже если вам кажется, что сейчас работает, да, вы должны понимать, если уже у кого-то не работает. Работает у некоторых, почему? Потому что у лидеров есть в команде лидеры, у которых первое лето, да, и они колбасят вот это вот все, вот как белочки мельничку эту крутят, крутят, да, или как лягушечки взбивают масло, но оглянитесь вокруг, да, если эти методики уже перестали работать у тех, кто работает 2-3 лет, значит, нужно переходить на другие методики. Не теряйте время, да, не теряйте потребителей, потому что иначе они найдут что-то для себя лучше. В чем же ценность вот этого маркетинга будущего? Это мы сейчас с вами говорили про 3.0, да, 4.0, туда еще добавляются различные, ну, скажем так, карточки, да, скорее всего, в каком-то электронном виде, сейчас компания тоже над этим работает, чтобы вы не просто там ввели, там, ну, там, не знаю, там Татьяна, да, там трое детей, работает там-там-то, да, любит там красную помаду, тушь удлиняющую и на Вэйдж экологен, да, но чтобы у вас это все могло вместе с компанией, компания над этим работает, чтобы это у нас с вами могло преображаться в индивидуальной скидке, да, то есть, например, вот покупает все время там человек какой-нибудь шампунь, вот он его любит, да, там от перхоти, например, и чтобы мы могли не просто там акцию для всех, да, не просто акцию в каталоге, а конкретно этому человеку дать дополнительную там китку, например, там 10% именно на этот шампунь, понимаете? Это вот 4.0, компания сейчас над этим работает. А вы, в свою очередь, да, можете сейчас начинать ввести какие-то карточки, потому что, скорее всего, в дальнейшем вы сможете информацию вносить куда-то, и она у вас будет храниться электронно, а вы будете знать про своих людей. Это очень круто, да, поэтому партнером компании Арифлейн быть очень круто, я вам скажу по секрету. В чем же маркетинг будущего? Умение соединять вот эти вот точки и менять их комбинации, то есть, да, то есть в умении изменяться, друзья мои, да, и вносить какие-то изменения в то, что вы делаете, да, то есть вот этот вот гибридный маркетинг, когда мы с какими-то фотографами, там, со спортзалами, со спортивными тренерами, с кафе здорового питания, вот это вот все, да, преображаем и даем человеку какой-то комплекс вообще классных вещей, да, когда он получает за свои деньги вообще, собственно, ну, просто настроение, я бы сказала, да, получив отличное настроение, он, конечно, придет за ним еще раз. Ценность маркетинга будущего в человечности, друзья мои. Почему мы сейчас говорим, что оффлайн работает? Потому что люди посидели в экранах мониторов, да, и они поняли, что им не хватает человечности, тепла руки, сияния глаз и так далее, не хватает вот этих вот чувств, они, ты по телефону, когда говоришь, да, ты чувствуешь человека, когда ты читаешь сообщения, ты не чувствуешь человека, ты не понимаешь, если там не стоит смайлик, любое сообщение, даже самое там, не знаю, шуточное, веселое, можно прочитать как угодно. Да, вот это вот очень важный момент, и люди, конечно же, будут всегда искать вот это вот вдохновение и вот эту эмпатию, поэтому я все-таки призываю вас рекрутировать и приглашать людей там вот, где вы находитесь, да, для того, чтобы хотя бы раз в каталог или раз в месяц, или может раз в портал, да, проводить какие-то встречи, встречаться с ними там, смотреть друг на друга, да, заглядывать в глаза, вместе петь песни там или что-то еще делать, да, и, собственно, вот со-создание, то есть создание некоего, скажем так, новой ценности, да, дополнительной ценности, да, коллаборация – это сотрудничество, да, вот с другими, как я вам говорила, да, совместная экономика, и со-создание, то есть создание какой-то новой ценности, когда вы человеку предлагаете то, что ему не может предложить любой другой по отдельности, да, и вот это вот очень важный момент, я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, да, может быть, где-то там сложными словами, потому что такие вот, в общем-то, слайды на профессионалов рассчитаны. Ценность, друзья мои, в действиях, да, то есть если у вас есть идеи, их нужно реализовывать. Ценность в действиях. На самом деле, на сегодняшний день я хочу сказать, что первично действие не цель, не мотивация, не понимание, не еще что-то. Вот есть такая теория маленьких шагов, да, вот когда человек, даже еще не понимая зачем, может быть, не поставив себе конкретную цель, может быть, даже не имея мотивации, да, начинает делать маленький шаг, приглашать людей, и еще один маленький шаг, приглашать людей, и еще один маленький шаг. Просто каждый день дисциплинированно делать, понимая, зачем ему это нужно, да, то есть зачем это не мотивация. Я вот написала, кто в Инстаграме на меня подписан, да, я написала последний пост, да, о том, что у меня две недели назад случилось, как сейчас модно говорить, инсайт, да, мысль, названная инсайтом, работает, действует на людей в пять раз лучше. Я вдруг поняла, я, вернее, начала получать удовольствие от вставания в пять утра и пробежек с утра. То есть раньше это была какая-то гольная мотивация, да, и это для того, чтобы там была кардионагрузка, потому что я вечером не могу, а в пять утра вставать, потому что я не могу позже, потому что там мы в семь уже выезжаем из дома, потому что я в восемь уже на работе, да, то есть вот какие-то такие вещи были. Здесь вдруг я начала получать удовольствие от того, что я встаю рано до того, как еще кортизол мне в кровь попал, да, и у меня какие-то там стрессовые ситуации начались, от того, что я выхожу на улицу и я вижу ту природу, которую уже даже в шесть утра она совершенно другая, а в семь утра она уже обычная, и вот, и мне пришло понимание, то есть была мотивация, была цель, были действия, тут пришло понимание, зачем мне это все. Вот понимаете, работайте так же с вашими новичками, с консультантами, да, вот кто приходит в итоге на бизнес там хочет, да, или дополнительный доход. Маленькие шаги, маленькие действия, действия почему-то, для чего-то, вот это вот ты делаешь, да, и вот когда человек дисциплинированно, вообще дисциплина, я считаю, что это самое вообще главное в жизни человека для того, чтобы чего-то в жизни добиться, дисциплина и концентрация, да, и человек, когда делает, и он выходит на какой-то уровень, и вдруг он понимает, зачем ему это все, зачем вообще ему эта компания, зачем ему эти люди в его организации, которых он приглашал, каждый день там два-три человека, да, к вам на встречу, потом на свои встречи, то есть он сейчас делает что-то вот просто потому, что дисциплина, и вдруг потом он понимает, вот зачем мне это, тогда вот люди, понявшие, зачем им это, они очень быстро идут на высокие звания. Иногда, правда, на высоком звании теряется понимание, зачем тебе это, да, потому что приходит какая-то зона комфорта, и уходит дисциплина, да, и концентрация, вот, но до тех пор, пока у человека есть дисциплина, даже при уже меньшей концентрации, да, это все будет работать, это будет работать, да, то есть самое главное в действиях, вы все знаете, что нужно делать, вы все знаете, что нужны рекруты, да, вы все прекрасно знаете, но нету дисциплины действий, нету вот этих вот маленьких шагов, 20 рекрутов начинается с одного рекрута, с одного звоночка, своим там знакомым или незнакомым, да, конверсия не 10%, 60% начинается с одного маленького шага понимания того, что что-то здесь не так, и нужно выяснить, что нужно тем людям, которые не сделали заказ, смотрите, рекрутирование, друзья мои, когда мне говорят, я хорошо рекрутирую, у меня есть регистрация, это не рекрутирование, регистрация, это проспектинг, это контакт, это стартеры, рекрутирование, это проспектинг, то есть набор контактов, плюс спонсирование, что такое спонсирование, спонсирование, это когда ты, как наставник, спонсор, рассказываешь все возможности компании, и у тебя появляются рекруты, ты идеальный спонсор, если 100% твоих контактов переходят в 100% твоих рекрутов, рекруты могут сделать 150 баллов, потому что вы с ним теперь бизнес строите, он может сделать 20 баллов, он даже может помаду купить, но ваша задача, когда идет конверсия 10%, вы не рассказали об остальных возможностях, о потреблении в частности. Активность, это тоже по большому счету продолжение спонсирования, потому что это умение вызвать в человеке ту самую эмоцию, которая заставит его самому следить за акциями, ваша задача, друзья мои, не просто человека вот все время тусовать, ваша задача, чтобы у него было такое настроение, такой настрой, такое удовольствие от работы с вами и от работы с, вернее, от использования продукции, чтобы он сам следил за акциями, которые есть, сам хотел следующий каталог посмотреть и посмотреть, на что сейчас будут большие скидки, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Это очень важный момент, потому что, когда вы выстраиваете, вот у меня там лидер, и вот здесь вот лидер, и лидер, и лидер, вопрос, что будет через пять лет? Будет этот лидер работать? Вы не выстраиваете отношения прямых продаж, вы не выстраиваете отношения с потребителем. Потребитель будет с вами долго, потому что невозможно активно работать, не знаю, там, 25 лет, ну, может быть, там, если на сегодняшний день 20 лет вашему лидеру, тогда может быть и возможно, да? но возможно постоянно в течение 25, 30, 50 лет потреблять с удовольствием эту продукцию. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас. И на самом деле вот те самые три ин, они уже преобразовались даже в четыре ин. Ваша задача понимать, что в отношении с потребителем у вас должно быть минимум две ин из четырех. Четыре ин – это интрига, информация, интерес и инновации. То есть когда вы человеку что-то предлагаете, ну, во-первых, я очень сильно рекомендую предлагать сейчас сначала потребление, выгоды потребления, вот тот самый маленький шаг, да, сделать для себя, потому что здесь выгодно 29 пунктов, почему здесь выгодно быть просто потребителем, даже не делая там 150 баллов, не получая объемную скидку, есть 29 пунктов. Да, но ваша задача при предложении, чтобы что-то было, либо интрига, информация. Сейчас люди любят обучаться, да, много всего в интернете развелось, начитаешься, просто голова пухнет, да, здесь так пишут, здесь вот так пишут, тут говорят шесть раз питаться, тут говорят один раз, тут вообще говорят не есть, тут три раза, да. То есть человек, он жаждет информацию. Причем ваша задача – подать информацию, чтобы он что-то взял для себя. Вот из того, что вот множество мы знаем, да, в принципе аргументы есть у всех, хотя они там противоречат друг другу, но каждый выбирает свое, то есть ваша задача, да, дать человеку что-то свое, да, вот из этих четырех ин, он должен что-то извлечь, либо интересного. 29 пунктов выгоды. Юля, вы есть в региональных чатах, наберите выгоды, почему быть потребителем. То есть 29 пунктов, почему выгодно покупать продукцию именно в Арифлейм, а не где-нибудь там в магазине или в другой компании. Есть во всех региональных чатах. По поиску наберите 29 пунктов или просто выгода наберите. Итак, да, если говорить о MLM, то это новые лидеры, да, новым лидерам у нас тоже очень много предложений. Единственный момент на сегодняшний день, я всегда рекомендую, вот сразу предложение бизнеса можно делать теплому рынку, да, то есть те, кто если откажут на бизнес, то вы их легко приведете на потребление. Холодный рынок до тех пор, пока вы не утеплились, гнать предложение бизнеса, работы там и так далее, это очень странно, да, потому что это очень странно, подозрительно и вряд ли кто-то будет вообще. Подумайте, вот сядьте, напишите людей, каких бы вы хотели видеть там в своем, можете прям конкретно фамилии и напишите, можете даже опрос у них, может у тех, кто в Арифлейме, кто не в Арифлейме. Вот спросите, на какое бы сообщение ты бы пришел там на бизнес, например, да? Вот что тебе нужно написать или сказать, чтобы ты пришел на бизнес? Скорее всего, они сейчас не напишут и не скажут, потому что сейчас нету такого одного сообщения. Сейчас это целый комплекс, да, это и наблюдение за вами, и ваш успех, и то, что есть у человека в жизни и так далее. Да, или что тебе нужно сказать, чтобы ты захотел дополнительно заработать 5000 рублей? Для кого-то работает сообщение о том, что дополнительные 5000 рублей или там оплатим кредит сверх семейного бюджета. Да, вот какие-то такие вещи, все люди мечтают оплачивать кредиты не с семейного бюджета, а какими-то дополнительными деньгами. Очень часто на это и приходят, когда хотят дополнительный заработок. А для других это вообще не работает, да, то есть другой, а мы вот разговаривали с Дианой, да, она говорит, что я бы на такое вообще бы не пошла, да, то есть имейте в арсенале такие предложения на потребление, на дополнительный заработок, которые действительно будут цеплять. Это первый момент. Второй момент. И будьте аккуратны с бизнесом. На сегодня вот это вот все вот уже ой-все называется, да, вот ой-все, пойду, отпишусь там и так далее. Ну, потому что, честное слово, да, немножечко это уже не актуальный момент на сегодняшний день, если предлагать это прямо в лоб, да. Что еще хотела важного сказать? Хотела вам показать формулу строения графиты. Вот смотрите. Формула у графита и у алмаза одинаковая. Чистый углерод. Разница только в строении кристаллической решетки. Графит мягкий, ломается. Даже твердый карандаш, да, он все равно ломается. Упал чуть-чуть, сломался. Алмаз один из самых твердых веществ на Земле. Разница только в строении кристаллических решеток. Только вот в этих связях, которые имеет каждая молекула углерода с другими молекулами. Что здесь важно? Я здесь хотела показать не структуры, что строить надо вот так, а не вот так, как мне в одном месте, глядя на эту картинку, сказали. Хотя здесь, наверное, это тоже работает. Я хотела здесь сказать о коммуникациях, да, о связи вас с вашими людьми. Все ваши люди в вашей организации, это ваши люди, это ваши организации. Вот я территориальный директор по Сибири и Дальнему Востоку. У меня есть ребята, которые работают на складах. Я обязательно с ними встречаюсь, разговариваю, и они меня знают. Я их знаю. И по фамилиям, может быть, и новичков там не знаю, но по именам всех знаю. Да, вот то же самое с вашими организациями. Это ваши организации, это ваши люди. Иногда мне говорят, там упала группа, я говорю, что у вас группа? Ой, лидер там не активный, не работает, ничего. Я говорю, хорошо, это ваша персональная группа, это ваши люди. Если люди не прикрыты активным лидером, а лидер может перестать быть активным в любой момент, это ваши люди, это ваша связь, это ваша коммуникация, это ваш человек. Он будет приносить вам пассивный доход в ближайшие 50 лет, если вы наладите с ним такую связь, с помощью которой он будет получать хорошее настроение, и у него будет очень четкое потребительское поведение работать с вами. Понимаете, если вы с человеком, если вы у человека вызвали хорошее настроение, он в супермаркете мимо полок с косметикой пройдет. Вообще просто туда не пойдет. Вы когда заходите в супермаркет, вы наверняка ведете себя так же, как и я. Вы знаете, что вот здесь полочки с косметикой, и вы вот так вот их обходите через ту еду, которую вам нужно, или через те какие-нибудь стиральные порошки или еще что-то. Правильно? Вот точно так же ваши люди будут носиться к тому, что продается где-то, если у вас созданы настроения, если есть коммуникация и связь. Вот это вот очень четкая тема, с которой вам нужно поработать. Лето еще идет у нас, друзья, и днем так и тепло. И неважно, онлайн вы работаете или оффлайн вы работаете, но люди уже сами где-то организовались в определенных местах. Если говорить про оффлайн, то это в городе, где-то не у всех есть дачи. Многие ходят с детками, гуляют в парки, в сады, в различные там сады аттракционов, на фонтанах, в зоопарках, на набережных. Там люди, там их много, и вы можете придумать, как собрать у них контакты. То есть как сделать тот самый проспектинг. Садово-огороднические товарищи. Если мне говорят, что люди на дачах, то я знаю точно, что этот человек сам ездит на дачу. Я говорю, вы когда едете на дачу, вы едете, вы даже до дома до своего доехали, вы проехали, ну, штук 20, наверное, домов, если у вас не совсем там на дороге. Там тоже есть люди, и там тоже можно сделать проспектинг, и тоже можно сделать классные вещи, которые сегодня работают. Есть люди, кто на пляже, или в кемпингах, или в домах отдыха. И есть у нас куча шашлычных площадок сейчас, потому что нельзя возле дома жарить шашлыки. Есть развлекательные центры, там люди собираются. Мы с вами поговорим осенью, где они собираются, и отдельно уже договоримся, как работать. Но сегодня вот, да, если говорить про онлайн, то люди есть и в онлайн тоже, и даже летом. Они есть на форумах, они есть в соцсетях. Они когда в отпуске, они в соцсетях проводят больше времени, особенно если есть Wi-Fi там, где они отдыхают. Да, вот возьмите шефство над такими местами, где люди собираются, и охватите вниманием каждое место скопления людей. Да, проводите развлекательные мероприятия, которые заинтересуют человека. Не надо вот просто все-таки раздача каталогов, это немножечко не то. Вы работаете чуть-чуть не в полную силу, да, и вы не получаете нужного количества выхлопа. Да, проводите конкурсы, проводите пати, делайте сообщество. Вот сейчас я вам очень быстро пробегу по тем вещам, которые работают. Работают на сегодняшний день какие-то интересные событийные вещи. И даже если вы хотите вебинар провести, вы тоже можете его провести, но просто провести очень грамотно, чтобы пришли туда люди. Вот мы рекомендуем, вообще самая-самая такая острая классная тема, это девичники, которые мы рекомендуем проводить 2-3 раза в неделю. И с моей точки зрения они бывают разные. Они бывают там с фотографами какие-то, там с платными студиями и так далее. А бывают такие простые, которые может провести каждый из вас, даже если он один в своем городе, и ключевые у него либо в других городах, либо их нету. И я хочу с огромным удовольствием рассказать о тех девичниках, у вас будет презентация, я не буду прям подробно останавливаться, которую проводят Оксана и София Коржавина, потому что на сегодняшний день это уже немножечко такой бренд, который пошел уже не только по Сибири, но и по всей России, потому что многие, у кого нет возможности там что-то снимать, какие-то деньги дополнительные платить или нет ключевых, стали проводить именно такие вот девичники. Вот такого вот типа и такого вот плана рекомендовала Оксана. Это просто все, что вам нужно для такого девичника, это стол и стулья, в том количестве стулья, в котором вы соберетесь, 6-8 человек это идеально для того, чтобы пообщаться, и какая-то тема, на которой вы будете общаться, ну, например, помада пати, да, что вам нужно? Мне девочки говорят, ой, а у меня нету всех помад там, всех цветов, да, не нужно, ваша задача, вы просто должны понять, какая сегодня тема, то есть вы будете подбирать, например, не цвет, а текстуру помады, да, вот что человеку комфортно, блеск может быть, матовая помада, блестящая, может быть, две помады нанести, может быть, еще как-то, да, а цвет вы подберете уже по каталогу, тот, который нравится человеку, да, либо наоборот, у вас есть какие-нибудь там помады, например, матовые, всех цветов вы там купили, да, вы, соответственно, зовете попробовать цвета, потому что очень часто мы покупаем какой-нибудь один цвет, а реально нам идут и другие, и они очень классные, хотя показались не очень, может быть, в каталоге, да, то есть вам не нужно чего-то очень много для того, чтобы провести этот девичник. Да, я знаю, что там разбор косметичек, но здесь такая тема очень скользкая, потому что в косметичке может быть у людей все что угодно, да, и сбор косметички тоже такая тема, как бы вот берете какую-то одну, да, конечно, когда вы накрасили девочке губки и достали тушь, она, конечно же, эту тоже вашей воспользуется, и, наверное, купит и то, и другого, да, и тушь можно, у нас туши, я не знаю сколько, наверное, штук 17-18, да, разного вида, разных брендов и разной стоимости. Вот представьте, если вы там со своими консультантами, да, соберетесь и вот попробуете всякие разные, потому что иной раз, ну, покупаешь, не подходит, да, и люди боятся покупать, чтобы эти деньги не потратят лишний раз, покупают привычную, а может быть, у них было бы две, да, туши. И вот разные темы. Какая тема очень нравится? Это тема тональных основ. Вообще на сегодняшний день тональные основы и помады, они уже даже немножечко не каталожные продажи, они больше вот такой вот импульсивной покупки, эмоциональной, да, человек немножко боится. Вот у нас, допустим, тональные основы, они очень-очень разные, у них тоже разная текстура. И для, например, жирной кожи может подойти и одна, и вторая, и третья. Ну, можно вообще там пять штук купить, да, и на разные там случаи пользоваться разными. И некоторые думают, например, что вот хайлайтер мне не подойдет, и он реально подойдет. То есть вот этого вот все можно, конечно же, ну, вот просто собираетесь без всяких там навяливаний. Или вот ароматы, да, тоже сколько ароматов есть, соберите, принесите, пробнички докупите, и вот просто возьмите зернышки кофе, чтобы перебивать, и просто вот соберитесь все, понюхайте, поговорите о парфюмерах, да, или поговорите о том, для кого, чего и как. Да, то есть вот такие вот интересные вещи, они, конечно же, цепляют людей, да, цепляют потребителей и заставляют, собственно, бизнес тоже, да, вот Оксана приглашала из других структур, лидеров, которые рассказывали про себя, про то, кем до Арифлейм были, как сейчас зарабатывают там и так далее, да. А мальчишки, вам нужно провести бизнес, мальчишник. Я уверена на сто процентов, что полгорода вообще к вам придет на это мероприятие, потому что звучит просто великолепно, а у нас вот даже в топ-чате уже Виталий Косицын уже и придумал, чем его наполнить, да. Ну вот, собственно, как раз вот бизнес, да. Вот, мне вот это вот очень понравилось, да. Фотошоп, нет, тональная основа. Вот я бы прям сто процентов пошла, потому что можно там брови, да, как-то выкрасить, птицы наклеить, там губы зататуировать красным, но с кожей ты ничего не сделаешь. На кожу нужна тональная основа, да, нужно выравнивать тон, нужно делать стробинг, да, и делать всякие интересные вещи. Идеи просто вообще классные, и вы уже сами наверняка, да, вот глядя картинки, захотели на какой-нибудь девичник попасть для того, чтобы что-нибудь, да, интересненькое узнать. Причем информации, не обязательно там прям кучу информации знать, да, вы можете просто минимум, потому что даже минимум это не знают люди. То есть то, что знаем с вами мы, люди, как правило, не знают. Это офлайн-активность, которую вы можете провести как с холодным рынком, вообще просто можно приглашать, раздавать приглашение только в обмен на телефон, да, на девичник на конкретный день, потом созваниваться, там узнавать, человек придет, не придет, может, придет на следующий. Можно приглашать неактивных консультантов, чтобы они стали активными, сделали заказ. Можно приглашать теплый рынок для того, чтобы рекрутировать, и там же поговорить немножечко о бизнесе, о дополнительном доходе. А можно делать и онлайн, такие вот девичники, да, просто тоже помнить о том, что человек настроен, да, на определенные какие-то жизненные интересы, и это целая презентация, я ее не буду вам всю сегодня показывать, просто для тех, кто не видел, посмотрите, обратитесь к своему АСМО, у нас есть целый пакет документов, вернее, ссылок там есть, и сайт, который можно, собственно, взять эту информацию, да, и в Инстаграме профиль, как это все было, и презентация, и вебинар на эту тему, то есть все расписано. То есть это идет онлайн-рекрутирование, есть посадочная страница, которая собирала контакты, да, и, собственно, для того, чтобы на определенный проект, проект, настройся на лучшее, да, и вот, пожалуйста, эксперты проекта помогут вам найти баланс между четырьмя главными составляющими женского счастья, красотой, успехом, здоровьем и стилем жизни. Вот такие вот эксперты, да, этот проект делали наши астмы российские, да, он получился очень успешный, экспертов привлекали, вы видели наших арифлеймовских, вот девочка, которая Альбина, это визажист, она в декретах, да, но вы можете привлекать, вы можете сами, у вас, среди вас есть ори-эксперты в ваших командах, да, вы сами можете по бизнесу, девочки выступали, ну, вот, например, Катя Щедова, она бывшая врач, она как эксперт по здоровью, да, Екатерина, она различный там бизнес, тайм-менеджмент и так далее у нас тоже, Оксана по там красоте и всяким мамским делам, ну, и плюс вот можно привлечь там тренера и так далее. Да, и вот, собственно, три недели шел этот проект, он как пилотный был бесплатный, ну, объясняли просто, почему бесплатный, потому что пилотный проект, ну, вы можете, в принципе, все пилотными называть, да, каждый день, шесть дней в неделю работала команда, седьмой день, воскресенье, выходной, каждый день был свой дежурный, либо визажист, либо стилист, либо тренер, там, либо специалист по здоровому питанию, либо бизнес, да, который отвечал, а, чат в Телеграме также был, да, который ответил на вопросы в чате Телеграм, то есть давал какую-то информацию и отвечал, то есть был целый день, допустим, там, сегодня мы разговариваем про стиль, да, и, собственно, появляется в Инстаграме про стиль сообщения, да, и в Телеграме тоже, и можно задавать вопросы, и проводится прямой эфир и так далее, то есть если вы в шестером собрались, то вы один раз в недельку дежурите по своей теме, да, вот вторая неделя, собственно, тоже самое, да, также и третья неделя, а в итоге в результате, то есть там есть в презентации есть подробные результаты, в итоге 84 участницы зарегистрировалось, да, 41 участник прошли, собственно, весь этот путь, да, 14 регистраций было сразу, да, в дальнейшем еще были гости, было еще 16 регистраций, и вы видите, что более 4000 баллов итогов получилось с этого проекта на один каталог. Кому нужно, там девочки две начали рекрутировать, поэтому личных заказов участниц на 2000, а, собственно, еще уже вы структурки. Кому нужно 4000 баллов в каждый каталог? Вы проводите каждый каталог, каждый каталог, то есть у вас просто вот каждую недельку вы где-то дежурите, да, и, конечно, круто, то есть вы собираете, это те же сайты воронки, которые вы сейчас делаете, но не на бизнес, а на вот такое гораздо лучше реагируют люди, да, то есть это вот прям реальные рекруты, лояльные к бренду партнеры, причем девчонки говорят, мы еще только в конце первой недели рассказали, что это Арифлейм, к тому времени, там, на второй или третий день, когда мы рассказывали о комплексном уходе, девочка успела купить тоник, говорит, сразу побежала в магазин и сказала, чужую мне сразу не сказали, я бы купила в Арифлейм. Наталья, а после три, через три каталога осталось столько, сколько вы работать будете, да, поскольку этих всех людей к лидерам, то есть можно, если взять какую-то структурку, кто будет так, у нас уже есть лидеры, которые работают, да, продолжают вот эту вот тему и есть результаты, и через три каталога эти клиенты, они более лояльны, чем кто-то, кто пришел на бизнес, сделал один заказ и бизнес не захотел, да, поэтому здесь тема гораздо более активная с точки зрения будущего и с точки зрения пассивного дохода, чем тема предлагать на сайте воронки бизнес, да, то есть вот представьте, если все, эта тема плюс ко всему легко дуплицируемая, то есть подрос у вас ключевой консультант, который с вами в проекте работал, пожалуйста, открывает свой проект, да, со своими уже консультантами ключевыми, со своими там знакомыми тренерами и кем там они еще задружили на условиях взаимопиара, да, и, собственно, вот получается хорошая структурка и хорошие лидеры, которые понимают, что, собственно, от них требуется. Вот, друзья мои, сейчас я загружу еще одну презентацию, если вы не устали. И хотите еще что-нибудь интересненькое послушать, которая тоже очень большая, но я вам ее, скажу, минут 15 мне нужно, тоже очень интересные вещи, которые я знала когда-то в 2010 году, потом сбилась в связи с тем, что думала, что как-то вот у нас все-таки онлайн там начнет потребление, но не очень получилось, здесь у меня, видите, даже еще должность предыдущая. Презентация тех лет, да, это примерно, наверное, может быть, 11-й год, 12-й, надо посмотреть будет так, что у меня тут зависло. Видите презентацию, нет? Так, видите презентацию, только вот я ее не вижу. Сейчас я быстро-быстро выключусь. Продолжение следует... Так, вы меня видите, слышите, да? Запись делаем, делаем даже с двух... Так... Видите меня, слышите? А? Да, все хорошо, у вас не висит личную презентацию, видите тоже, да? У меня продолжает висеть, но я тогда вслепую, я... Раз вы видите презентацию, я тогда буду вам показывать, поскольку я слайды знаю, то буду вам говорить. Значит, смотрите, еще раз, да, повторю, что... Я, честно говоря, думала, что когда вот у нас онлайн пошел, и лидеров было прям много-много-много, я думала, что мы какие-то сливки, наверное, собираем, зная о том, что в мире 5% всего альфа-людей, и только 5%, соответственно, у нас лидеров, потому что альфа-люди — это лидеры и есть. Я думала, что мы как-то смогли этих людей, может быть, чудес не бывает, оказалось, что нет, что все равно в итоге осталось 5% тех же самых лидеров, да? И просто благодаря очень большому рекрутированию, очень большому потоку лидеров действительно оказалось больше. То есть просто вот 5%, да, от 100 человек — это 5 лидеров, да, а от 100 тысяч — это сколько лидеров? Это получается 5 тысяч, да, лидеров. Поэтому, собственно, вот в этом весь секрет. И наша с вами задача массово рекрутировать именно для того, чтобы находить тех самых 5% альфа-людей. И когда именно вот от рекрутов считается, да, потому что те, кто у вас просто вот вы набрали контакты, мы не знаем, кто они. То есть у нас 5% от рекрутов, от тех, кто у вас конкретно сделали заказы, и там не просто стали консультантами, потому что зарегистрировались. Да, вот это вот очень важный момент. И каждому, просегментируйте тех людей, которые у вас в команде, каждому свое мероприятие, да, то есть кому-то бизнес-планерки, вот как по системе PRO, да, а кому-то развлекательные мероприятия, тусовки, девичник, там, патии и так далее. Да, ну и, собственно, если говорить о ключевых консультантов, я очень подробно это всегда говорю, когда рассказываю про систему PRO, можете посмотреть еще раз вебинар, да, что кто такой ключевой консультант? У вас четко должны быть критерии. Вы не должны называть ключевым консультантом человека, который делает 150 баллов. Это не ключевой консультант. Ключевой консультант – это который делает маленькие шаги, который растет, рекрутирует, приглашает. И не один раз в каталог, да, он там сделал 150 баллов и двух пригласил, потому что сумочку захотел. Это не ключевой. Ключевой – это реально ваша команда, ваш человек, который будет расти, который будет развиваться и который будет приносить успех и себе, и вам, собственно говоря, да. И так, я сейчас открою презентацию. Переключился слайдик, да, у вас? Я сейчас себе открою презентацию, чтобы подглядывать, что там за слайды. Да, да, я примерно знаю, я просто, чтобы уже подробнее говорить. То, что в наших командах столько потребителей – это нормально. Это, ну, собственно, 5% лидеров, да, 5% продавцов или тех, кто хочет быть лидером, и 90% потребителей. Так вот, вот эти вот 90% – это тоже ваша организация. Они нам ничего не должны. То есть они нам не должны ни заказ делать, ни бизнесом заниматься, ничего. И вообще счастье, спасибо огромное, что они к нам пришли, свои данные. И дальше наша забота, их интерес. Я вам об этом уже рассказала, поэтому останавливаться уже не буду, да, что, собственно, наша основная задача – это их активность, да, их настроение, их отношения и так далее. И если говорить о том, как активизировать людей, да, вот мы поговорили, девичники – это скорее такая рекрутинговая вещь, да, какие-то вот там бьюти-сессии, да, фотосессии вы проводите. Это все вот рекрутинговое. Причем чем отличается рекрутинговая вещь от активности? Тем, что те мероприятия, которые рекрутинговые, вы можете проводить одни и те же постоянно. То есть минимум тем, да, одинаковые какие-то просто вот, не знаю, названия, да, одинаковые локации, то есть нашли там какую-нибудь студию, с ней договорились и два-три раза в день проводите, например, там в ней там что-то, да. Почему? Потому что чем отличается рекрутинг от активности? Тем, что на рекрутинг приходят все время новые люди. А значит, когда вы даете одно и то же, а чем удобно, что вы даете одно и то же? Да, все время тем, что вам не нужно готовиться к этому. То есть вы все время вот как бы проводите легко-легко, и у вас ключевые проводят все то же самое, у вас идет все то же самое, да. Но при этом люди приходят разные, поэтому для них это все в новиночку, да. Например, вы там задружили со стилистом, и не нужно ему абсолютно каждый раз новую тему давать. Вот он тренды и тенденции вам дает все время и дает. Задружили там с психологом, например, да, который там рассказывает, как чтобы там атмосфера там в семье была хорошая. Вот, собственно, он все время это рассказывает. Понимаете, да, чем отличается мероприятие направленное, там девичник направленный на рекрутинг от девичника, который на активность. Да, если вы все время, дам, презы все дам, да. Если вы все время предлагаете одно и то же там человеку, который у вас в команде, да, ему это неинтересно. Так вот, для того, чтобы поддерживать активность и проводить мероприятие раз в каталог, направленный на активность, в свое время вот у нас была такая вот тема пати, да, которая давала необходимую активность, там какие-то это проводились там вечеринки. Один раз каталог, да, активность, мы хотим, чтобы заказы были каждый каталог, где-то в каком-то большом просторном помещении, с которым вы договорились, желательно очень недорого, а может быть вообще на каких-то взаимовыгодных сотрудничестве. Для всех своих консультантов неактивных, активных, и кто сделал заказ, и кто не сделал, и кто спящий, и так далее, да. Ну, также, конечно, туда можно позвать и новичков, потому что пати интересная тоже тема. Да, для чего? Для поддержания активности, для реактивации спящих, сейчас очень актуальна акция специальная есть, для увеличения среднего заказа, для увеличения количества заказов, потому что очень часто человек уже сделал заказ, да, но делает второй заказ, потому что что-то интересненькое увидел. Для рекрутирования, да, собственно говоря, как это поднимет вашу активность, рекрутирование и средний заказ, и как увеличит количество ключевых в вашей команде. Сейчас вот, собственно, быстренько-быстренько об этом и пробежим. Вот эту презентацию делали девочки Биски, очень активно тут много их фотографий проводили, и Алина Иванова с Костей тоже нам рассказывали. И вот, собственно, кто-то подхватил обратно, да, то есть мы потом немножечко это дело бросили, а зря. На самом деле также вопросы есть, помогут ли нам пати проявить там ключевых консультантов. Сразу могу ответить, что да, однозначно, потому что ваши просто консультанты захотят проводить такие мероприятия. Или, например, вы можете привлечь врачей для того, чтобы они там рассказывали о здоровом уровне жизни. То есть однозначно эти пати, они дают не только, вот видите, тут вот знакомые лица, может быть, более молодые, да, чем вы сегодня их знаете, потому что проводились очень активно пати. То есть все вот эти вот вопросы однозначно да, потому что и активность повышается, и продуктивность повышается, и количество заказов, и появляются новые ключевые консультанты, потому что он сегодня вам шарики помогал надувать, а завтра захотел людей приводить на эти пати, и, соответственно, проходит рекрутинг, и человек растет. Теория маленьких шагов, да, помните? Что, собственно, на этих пати предлагать? Вот здесь вот как раз мы уже не завуалированно предлагаем продукцию, да, не как в лето лайф, когда мы рекрутируем, мы здесь предлагаем продукцию понюхать, потрогать, попробовать, нанести на себя. Причем мы тоже абсолютно не заставляем никого покупать ее, да, то есть человек может просто прийти и посмотреть вот все, что ему интересно, все, что ему удобно там и так далее, да. Когда, где и для кого? Как говорила уже один раз каталог, удобное для гостей время, ну, сейчас, наверное, это может быть будний день, там, какой-нибудь четверг, там, часиков шесть-семь вечера, да, и до восьми, там, может быть, до девяти. В дальнейшем осенью, где-то с октября, это, конечно, суббота, особенно где-то в районе вот обеденного времени. Дворцы и дома культуры с удовольствием отзываются, если у них свободный. Конференц-залы очень хорошо отзываются днем, в субботу ночные клубы, потому что они не заняты. Рестораны отлично тоже в дневное время до обеденное с удовольствием сотрудничают. Любое помещение, подходящее для расстановки столов и тусовки, ну, я в идеале, конечно, говорю, человек сто, да, но если у вас поменьше, значит, соответственно, помещение поменьше. Может быть, открытые площадки. Вот сейчас можно выехать недалеко, не прям совсем за город, а где-нибудь в городе, какие-нибудь там, где заимки, там, шашлыки жарят, да, провести какие-нибудь там конкурсы, спортивные мероприятия там и так далее, да. Для кого? Для всех консультантов вашей персональной группы вместе с вашими лидерами и для всех знакомых ваших консультантов, с которыми они хотят поразвлекаться. Вот такие вот большие залы собирали мы на пати. Там, конечно, если есть сцена, то можно дать какую-то информацию. Если сцены нет, то просто с помощью микрофона привлечь внимание. Очень поощряются различные дефиле, да, очень круто заходят какие-нибудь дефиле с помощью тех моделей, которые вы сразу выбрали здесь же, да, или которые, может быть, сделали там заказик минимум на пять позиций. Да, то есть вот все это дело рабочее, все, может быть, начинается там с 10-20 человек, но потом реально происходят очень такие классные вещи. Вот здесь вот как раз я рекомендую, в отличие от девичника, да, где вот нужно проводить все-таки вот с ключевым, да, какими-то маленькими группами, то здесь можно как раз объединиться структуркой, но не рекомендую там с золотыми сапирами, да, вот своей структурой, там, чтобы лидеров, например, там 5-6 было. Тогда к вам придет 120 человек, это 20 активных в каждом банде. Да, то есть, соответственно, решили, подготовились, разобрали активности, провели, разобрали анкеты, и самое главное здесь, да, что есть все необходимые методики для закрытия сделки. То есть вы изначально можете все это дело продумать, я вот не буду сейчас вам подробно-подробно рассказывать, да, все это дело продумать так, чтобы человек сделал заказ. То есть это и подарки за заказ на каждой станции, да, и какие-то акции дополнительные для тех, кто сделал заказ прямо здесь же. Здесь же делать заказы, то есть не отпускать человека, желательно даже здесь же и оплатить, может быть. Да, Диана сейчас, уже начали, вот Алина выше написала, да, что сейчас начали проводить, и я знаю, что и Ирина Попова, и структура сейчас решила вернуться тоже к пати. Да, и это, обратите внимание, это не командный парад успеха, где вот мы там командой собрались раз в квартал, да, друг друга почестовали. Это именно вот такая вот тусовка потребителей, просто людей, которые делают заказ или не делают заказ и так далее. Да, вот здесь вот активности. Видите, что хорошо, можно объединиться командочкой 5-6 человек, не своей структуры, да, которые работают в городе, и которые тоже ищут себе, да, продуктовые мероприятия для всех, которые ищут себе тоже команду. Да, соответственно, ну, здесь уже прямо как руководство к действию вам, да. Так, что мы сейчас, какая сейчас у нас, сейчас, 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 сейчас посмотрю. Ошибки, да, у нас сейчас, да? Ошибки из практики. Да, ошибки из практики. Так вот, это уже прямо вот практически все это есть у нас, да. То есть самая большая ошибка — решить за людей, что им это не надо. Даже если человек отказался один раз прийти на такой праздник, то у него, может быть, я не знаю, живот болел, там, ребёнка куда-то сводить, там, в цирк обещал, или там мужа день рождения, или они приглашены на день рождения, да. То есть вот обзвонили структуру, согласились там 8 человек из 180, всё, никому это не надо. Нужно делать, да, и потом, когда… Самые тяжёлые первые три раза, потому что потом уже люди идут сами. И первые три раза вы просто нарабатываете ещё те самые анонсы, да, или то самое сообщение, на которое идут. Не нужно делать мероприятия, потому что Гришаева сказала, что нужно делать пати, мероприятие нужно делать для того, чтобы оно приносило вам активность, да. Организация пати не отнимает время. Это одни и те же активности, меняются только темы. Темы мы вам дадим, вы можете свои там выбрать, придумать, их всего 17 в год, и можно продумать их все 17 вперёд, да, и ответственных и так далее. Это та самая работа, да, то есть вы уже звоните, не уговариваете человека сделать заказик, потому что там туш, да, а вы человека звоните, приглашаете на интересное мероприятие. Уж если он не пришёл, тогда уже расскажете про то, что туш подарок. Так вообще всё это расскажете на этом мероприятии. Да, и соответственно, конечно, чтобы это заработало, чтобы девичники заработали, чтобы пати заработала, нужно приложить усилия. Точно так же, как вообще три месяца, да, вообще возьми себе три месяца, четыре каталога, всегда берите себе, не проверяя результат, как вот испытательный срок для того, чтобы научиться, для того, чтобы отточить вот эти вот знания, понимания для того, чтобы правильно всё делать. Следующее, это то, что важно, да, что должна быть какая-то определённая шоу-программа. Пока люди ходят по станциям, она идёт как бы фоном. Я всегда очень рекомендую вот здесь вот ещё пообщаться с вашими консультантами, то есть вы можете обзвонить не только, чтобы на пати пригласить, но и спросить, слушай, у тебя же ребёнку пять лет, она в танцы ходит, они же там наверняка что-нибудь танцуют. Вот здесь вот вообще все коллективы пройдут, дети вообще это умилительно, даже если они там в разнобой танцуют, да всё что угодно, или там, я не знаю, какой-нибудь танец с живота, если у вас детская вечеринка, да, тоже пригласите как бы вашего консультанта, который у вас танцует танец с живота, да, или там, может быть, пригласите учителя по танцу, поучите танцевать вальс или танго, и в конце мероприятия классно станцевать это было бы, да, то есть вот такие вот вещи. Внешний вид, анонс, ну вот это вот всё потом почитаете, для себя возьмёте. Вот очень важно, чтобы не было явных намёков на бизнес, да, потому что я знаю, что приходишь, приходишь вроде бы на бархатные ручки мастер-класс, да, тебе там на руки, конечно, что-то тоже дают нанести, да, но в этот момент льют в уши бизнес, и ты понимаешь, что тебя вообще просто подловили. Да, вот здесь вот такого быть не должно, то есть должно быть очень легко, очень просто, очень эмоционально, да, должен выступать эмоциональный ведущий, который там всех заводит, да, и, собственно, здесь есть возможность также какой-то определённой такой вот начало работы, начало маленьких шагов для лидеров, которые, может быть, подупали или не работали или ещё что-то, потому что, опять же, какие-то лёгкие вещи делаются, и результат получается. Вот это вот гарантийный талон или бегунок, да, по всем станциям, по которым ты пишешь тут же заказ, да, вписываешь коды, и если ты прошёл по всем пяти шагам, да, и заказал везде продукты, то получаешь там, например, гарантированный подарок, да, либо участвуешь в розыгрыше какого-то большого подарка. И сейчас я просто очень-очень быстро пробегусь по фотографиям, видите, сколько заказек, ха-ха-ха, кому столько нужно, да, и плюс розыгрыш ещё какого-нибудь большого подарка, да, обязательно детский столик, где детки могут порисовать, мамы там с ними рядом посидеть, ну и вот варианты, да, которые, фризита-патя, кто знает, что такое фризита, я вам не расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok 1 апреля урожай пати, удача пати, клубничка пати, шоколад пати, ванильная пати, витамин пати, плов пати, уха пати, шашлык пати, авто пати, снегоход пати, мама пати, папа пати, дети пати, киндер пати, фото пати, евровидение пати, арбуз пати, тыква пати, патифон пати, самовар пати, ретро пати, бьюти пати, ну, собственно, митцамер, алоха пати, алоха вообще прекрасно, Приходишь, тебе сразу этот веночек повешали на шею, и все, ты уже. Сафари-пати, ред-пати, шабаш-пати, стиляги-пати, вообще все, что угодно. Можно вообще воплотить свои самые там, кто мечтал там пойти на Хэллоуин, да, пожалуйста. Слайдов, Светочка, не ставлю, потому что одни фотографии остались, чтобы уже не висеть, не листать вам. Я вам скину презентацию, и вы досмотрите. Туркиш-пати, совершенно верно, потому что у нас сейчас менеджерская конференция в Турции. Испанская пати, да, сиеста-пати, фиеста-пати, все, что хотите. Короче, это тема для креатива вашей команды. Вот есть очень много технических действий, которые вы делаете, да, каких-то операционных действий, приглашения, те же обзвоны. Очень хочется куда-нибудь свой креатив вложить. Я смотрю, люди там ходят, какие-нибудь там пиццы готовят, пиццемейкером там какие-то рисуют. Вот пригласите, пусть они рисуют, пиццы готовят прямо здесь. Вы свой креатив вот в эти мероприятия вложите, будет приятное с полезным, да. То есть вроде как и сами порадовались, да, своему креативу. Если пригласить, туда же приглашать еще можно всяких разных людей, которые будут тоже раздавать там свои визиточки и так далее. Тех же там тренеров, тех же эти вот арт-студии и так далее. Да, в общем, короче говоря, что хочу сказать. Можно, там у меня, кстати, еще были слайды, посмотрите, кто он тут онлайн любит, да. Онлайн-пати тоже можно проводить. Это как вебинар или как прямой эфир, но самое главное, что там что-то должно быть интересное, да. То есть вы тоже расскажете о продукте, но вы зовете на что-нибудь интересное. Вот сейчас слайдик у себя открою, вам прямо вот скажу, что делали. Так, фишки, диетологи. Так, вот, диетологов приглашали, стилистов, визажистов, дизайнеров с выступлением, да. То есть дизайнер, я, кстати, по дизайну, по-моему, даже где-то выступала у лидеров. Интересные рецепты и диеты, да. То есть кого-то вы приглашаете там с интересными там ПП-рецептами. Особенности развития ребенка, там, например, неонатолога. Там педиатры, педагоги для детворых мамочек, педагоги-развивашек, специалисты для старшего возраста и пенсионеров, модные диджеи и всякие разные там ведущие для молодежи. И все это вы можете хоть в прямом эфире, хоть по вебинару, хоть там и там, да. То есть, опять же, там, турки-шпатя, да, пригласить какого-нибудь вообще турка, который по-турецки говорит, а вы, типа, переводите. Рассказать просто про, ну, реально рассказать про Турцию. Ну, не знаю, какого, я шучу, конечно, про турка, но какого-нибудь там туристического агента, да, который, там, специалист по Турции. Очень много вариантов, что онлайн, что офлайн. Я хотела сегодня, чтобы вы понимали, вот получилось не часа два, не знала, не могла определить, сколько времени будет, буду с вами говорить. Я хотела, чтобы вы поняли, на каком из пяти этапов принятия изменений вы находитесь, чтобы протащились и отрицание у вас, или гнев, или торг, или депрессия, или принятие, протащили себя через всю кривую скорби, поняли, что вот этот вот тренд жизненного интереса, он просто вообще, он встал, он сейчас над всеми давлеет, но просто люди не всегда знают, что делать. И если вы сейчас начнете это делать, раскрутите, вот просто раскрутите маховик, и он будет работать. Он реально будет работать. У вас реально будут потребители, которые будут делать заказ каждый каталог при минимальных ваших усилиях просто каком-то вот таком интересном мероприятии. Понравилось вам сегодня, друзья? Остался кто-то в отрицании, с которым пришел сюда, может быть? Я понимаю, что есть какие-то привычные методы, и я их готова была вас там гладить по голове и целовать два года назад, но сегодня немножечко все поменялось, да, и нам немножечко нужно измениться, так же, как вот поменялось с 69 по 13, да, этот пидстоп, точно так же нам нужно начинать совершенствоваться, чтобы быть классными. Мне захотелось побыть на ваших пати, вот прямо вот рассказывала на многих из тех фотографий, которые показывала, была, и почему-то вот прям заскучала, думаю, что я тогда бросила эту тему, ну и продолжала бы, не все же в онлайн побежали, да, продолжали бы и было бы классно. Не было отрицания, значит, отлично, значит, тогда мы готовы к изменениям, мы готовы их носить. Это может быть не так просто, как вот когда рассказываешь, да, но теория маленьких шагов работает, да, начинайте с маленьких шагов, начинайте с девичников, потихонечку раскручивайтесь, раскручивайтесь, соберитесь командочкой своей или своего губа, да, сделайте классно пати. Запись вебинара будет, я вас очень всех люблю, я вам всем искренне желаю огромных успехов, я вам желаю, чтобы приходили волшебные вообще потребители, которые делали бы заказы минимум на 50 баллов, участвовали бы во всех акциях, давали бы вам всякие бонусы, и хочу, чтобы вы получили и 50, и 40 тысяч, и 150, и премии, все какие только возможно. Теория маленьких шагов, дисциплина и концентрация работает. Давайте работать, вы знаете все, что делать, ну а мы рядом будем помогать. Спасибо большое, еще раз просмотрите, сейчас кинем в чаты материалы по «Настройся на лучшее», да, кинем вот эти вот презентации, в общем, как говоря, вам успехов, желаю всего самого лучшего. Спасибо, что сегодня были со мной, мне очень было приятно с вами быть. До свидания.